минут работы они превращаются в раскаленную болванку на самом деле ничего не происходит отсюда идет чуть теплый воздух но это опять же я повторюсь холостую 10 минут специального меня работал как видите никакой приветствую дорогие друзья всех на своем канале меня зовут дмитрий стал счастливым владателем кромочного фрезера за 2000 рублей плюс минус 2060 если быть точным электрическая фрезерная машинка 30000 оборотов 6 миллиметров цанга 900 ватт за такие деньги для домашней мастерской достаточно прекрасный аппарат легкий мощный никакой вибрации в моей руке лежит достаточно уверенно хорошо если сравнивать с огромных фрезеров с ручками для мелочевки конечно оптимальная вещь подойдет для хендмейда там для того чтобы заниматься резьбой по дереву где-то что-то подтачивать какие-то пазы делать ну конечно же делать кромки под диаметр градусов но здесь есть ли не хотел сказать возможно вам пригодится при выборе и при покупке данного агрегата значит давайте на 30 тысяч оборотов то замечательно комплектация достаточно богатая для такого малыша так скажем да есть у нас неплохой параллельный упор который позволяет нам делать параллельные прямые пазы вдоль нашего значит края все хорошо упор для фигурного реза выполнен из толстого это конечно не алюминий не знаю какой тут сплав не сплав все регулируется то есть можем выставлять более точное позиционирование все хорошо а также в комплекте две запасные щетки приза а по которым бываем чуть позже значит минус вот это все крепится вот этим барашком здесь такая псевдо резьба то есть как видите наша наш вид в резьбе просто болтается насколько это резьбы хватит одному богу известно но она есть и она в теле в этом вот материале что это такое я не знаю какой-то прозрачный пластик если кто знает из чего это сделано напишите в комментариях что это за материал но я не думаю что это резьба здесь долго продержится это все что касается значит комплектующих они нам интересны дальше у нас загрузка это фрезы здесь фреза в отличие от того что производитель и даже паспорте написано что фреза 6 миллиметров на самом деле она 635 это некий китайский стандарт который к нашей россии не очень подходит у меня фрезер 68 и 10 миллиметров фрезы здесь 635 то есть фрезу 6 миллиметров я зажать не могу ввиду того что еще один нюанс что здесь санга сделано опять же по-китайски по простому это некая конусная гаечка да давайте вот разберем то есть все это разбирается к тому же как видите здесь есть насечки но какого-то винта для регулировки в положении фрезы здесь конечно же нет но это ничего страшного есть линейка по линейке мы можем спокойно так бы позиционировать глубину нашего паза тоже что не есть плохо хорошо что винт с гайкой то есть здесь никакой резьбы нет все держится замечательно обратите внимание сейчас как он стоит это так вот на будущее значит что давайте хотели посмотреть сангу санка это конусная гайка конус просто конус прорезью сбоку прорезь с одной стороны то есть как понимаете о нормальном зажатии фрезы не идет речи если вы видели нормальные цанги вы знаете что цанги такого вида как бы не очень хорошо работают это пол беды пол беды что провод метр семьдесят это не очень удобно работа с фрезером потому что если у вас заготовка длинные нужен удлинитель который будет тягаться за вами то есть пройти двухметровую фаску на какой-то рейке с проводом метра 70 достаточно тяжело бог с ним тоже как говорится ничего страшного провод короткий с фрезу и нас так скажем обманули 635 это некий китайский стандарт и у них фрезы 635 на алиэкспрессе есть достатки но у меня фрезы 6 миллиметров и они здесь не зажимаются к тому же мы этот фрезер не сможем опробовать в работе потому что мне его придется возвращать по самой главной причине а это не соосность это не перпендикулярность вот этого стала фрезе стол вставляем во фрезер если вы сейчас можете если вы сейчас видите на глаз видно что фрезер кривой стол кривой вот он сейчас стоит вот таком положении для наглядности я покажу так вот повернем вот наглядность надеюсь видно да что здесь у нас кривизна в этом положении тоже есть кривизна он как-то завали короче площадка кривая если мы вставляем фрезу то она тоже самое у нас на камеру это плохо показать но если на фрезе длиной 3 сантиметра у нас разница между верхом и низом двух миллиметров я надеюсь вам видно да никакой прямолинейности а нашей кромкой не идет речь и именно по этой причине мне придется его завтра отвести сдать поменять возможно эта проблема именно этого фрезера но я не думаю что это проблема именно этого фрезера это уже проблема качества вот это вот фаворита фр 900 части как понимаете длилось недолго запускать я его и пачкать в стружке в опилках я не буду значит запущу просто покажу возможно у кого-то кто-то найдет правильный стол возможно это какая-то партия неправильная да здесь у нас есть один единственный тублер который включает и выключает причем хотелось бы иметь плавный пуск мы его здесь нет при включении есть удар то есть нормальный агрегат для того чтобы сделать какую-то картину на дереве делать какую-то резьбу по звуку мотора вы могли слышать что в принципе двигатель работает неплохо и скорообразование никаких в районе счеток нет аппарат не греется включала 10 минут его в холостую идет чуть теплый воздух то есть комментарии о том что он греется как собака такого в принципе нет но это опять же я повторюсь на холостом ходу я к тому что я его сейчас сама проверяю и смотрю в смысле в том что возможно мне получится поменять его на аппарат который с прямой подошвой потому что но реально он удобен руке он достаточно тяжелый но при этом он легкий то есть это не тот не то бандура с двумя ручками которыми невозможно просто нам что-то делать здесь все как бы просто то есть у нас есть фанерка и мы можем вот все в таком духе и спокойненько тихо сделать пас сделать рисунок все что угодно представьте с большим фрезером да у фрезера подошва только такая вот а здесь на маленькой фарень что такой домашний хендмейт именно для того чтобы где-то чего-то подточить где-то сделать фаску где-то сделать пазик где-то все что угодно то есть для дома для дачи для семьи вообще незаменимая вещь тем более за 2000 рублей в моем случае это вещь бомбическая мне даже его жалко что вот он с такой подошвой кто-то говорит мне что можно подошву выровнять но я не вижу в этом смысла мучиться с этим потому что во первых подошву наверное все таки можно и заморочиться да она здесь разборная сделать отрегулировать но любят если мы покупаем фрезер который должен соответствовать именно перпендикулярности фрезы стала а он в таком состоянии то ну зачем тогда такой вообще фрезер говорится доработать напильником и получить паровоз я не хочу на этом видео нужно заканчивать если я кого-то сдвинул с мертвой точки то обращайте внимание именно на стол при заказе я думаю что не получится то есть нужно воочию ехать в магазин и смотреть на столешницу у меня получилось так что я был счастливым обладателем запечатанной коробке мне его привезли вот такая вещь теперь нужно его обменивать по причине вот такой вот мясоосность всего даже так я думаю что вы видите что он стоит криво на этом видео реально уже заканчивать кому оно было интересно ставьте лайк и заходите на канал подписывайтесь всего доброго до встречи на канале